Наше сегодняшнее рассмотрение не является итоговым. Мы делаем презентацию вот этого единого бюджетного портала. Мы продолжим рассмотрение предложений и замечаний к нему на нескольких площадках. И предполагаем, что в апреле месяце будет проведен соответствующий конкурс и определен разработчик непосредственно математики по обеспечению работы этого портала. Как он будет запускаться? Он предполагает запускаться в несколько этапов. С 1 июля мы предполагаем его запустить в тестовую эксплуатацию где-то с 1 сентября, с 1 октября, начиная с 4 квартала, в опытно-промышленную. И в полном объеме этот информационный ресурс должен будет заработать с 1 января 2014 года. Надо сказать, что уже сегодня в России действует уникальный подресурс, который будет инкорпорирован в этот интерфейс. Это ресурс «Единый портал государственных закупок», аналогов которому на сегодняшний день в международной практике нет. На нем сведены все без исключения закупки и расходы, осуществляемые органами государственной власти. И администрируется этот портал казначейством Российской Федерации. Надо сказать, что даже несмотря на определенные нарекания со стороны участников рынка, связанные с работой этого портала, в первую очередь ввиду большой технической нагрузки, международные эксперты и наше экспертное сообщество в целом этот ресурс оценивает крайне позитивно и крайне высоко. Мы работаем в том числе над его оптимизацией. Именно поэтому Российская Федерация за последние годы в международных рейтингах получила сверхвысокие оценки по качеству бюджетного процесса. В частности, международным партнерством по открытости бюджета. За прошлый год Россия была оценена как страна, занявшая 10 место в международном рейтинге и набрала 74 балла. Мы рассматривали вопросы прозрачности бюджетной системы на прошедшей две недели назад комиссии правительства России по открытому правительству. Татьяна Геннадьевна делала там доклад и презентовала в том числе вот тот единый портал бюджетной системы, который мы сегодня будем рассматривать. И надо сказать, что анонсировала достаточно амбициозные задачи, которые ставим мы, правительство России перед собой на ближайшие годы, войти в пятерку стран по прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для этого нам, собственно говоря, предстоит еще набрать порядка 15-20 баллов. И мы уверены, что вот такой бюджетный ресурс, электронный бюджет, единый портал бюджетных расходов, который мы предполагаем запустить в ближайшие месяцы, будет тому серьезным подспорьем и серьезной поддержкой в продвижении нас в международном рейтинге. Но рейтинги не самоцель. Еще раз хотел бы отметить следующее, что запускаемый ресурс ориентирован сразу на нескольких, на несколько групп потребителей. Он представляет расширенные возможности для бизнеса, потому что бизнес будет видеть все расходы в режиме онлайн-времени, в прозрачном формате, в том числе расходы, связанные с госзакупками и государственными инвестициями. Он ориентирован на гражданское общество и предоставляет расширенные возможности для общественно-гражданского контроля. В запуске этого ресурса заинтересовано экспертное сообщество, потому что предоставляет ему повышенные возможности для анализа эффективности бюджетных расходов. И в этой части мы рассчитываем на получение за счет этого обратной связи от экспертного сообщества и их предложений по оптимизации бюджетного процесса и бюджетных расходов. И он в том числе полезен и важен для каждого отдельного гражданина, потому что дает четкое представление, как на различном уровне бюджетного процесса, как на уровне города, муниципалитета, региона Российской Федерации, как на федеральном уровне расходуются фактически средства налогоплательщиков в режиме реального времени. КОНЕЦ